Всем-сам привет, с вами Клеопатра. В этом видео я расскажу о последнем четвертом сникпике грядущего летнего обновления в Clash of Clans. Но перед началом хочу вас очень поблагодарить за актив под прошлым видео, там собралось больше 3000 лайков. Давайте в этом видео соберем столько же, чтобы каждый Clasher знал все про обнову. Клан второго уровня Swordmasters проводят набор игроков, начиная от седьмого Тонхола с фуловой прокачкой. Несмотря на то, что клан создан совсем недавно, ребята уже обзавелись топами, это 12 и 14 ратуши, а главное, отлично справляются с клановыми войнами и ЛВК. В июньском сезоне забрали первое место с большим отрывом от группы, а на КВ даже небольшим составом делают тоталы и забираются звезды. В клане постоянно проходит чистка от неактива, а для большего общения создана группа в Телеграме. Поэтому, если ты заинтересован в серьезной игре и у тебя нет своего клана, то обязательно вступай. У этого клана есть очень большой потенциал и я уверена, что в ближайшее время он сможет достигнуть всех вершин, которые ему будут нужны. Ну а тег клана я оставлю в описании к этому ролику. Вот и настал день последнего снегпика к летнему обновлению в Clash of Clans. Но прежде чем я расскажу, что полезного будет в этой обнове для небольших Тонхолов, хочу немножечко поправить саму себя. В прошлых видео я сказала, что новый юнит Садник на Драконе доступен с 14 Тонхола. На самом деле это не так и он доступен с 13 Ратуши. Как только вы повышаете казарму до 15 уровня, это происходит на 13 Тонхоле. Ну а теперь вернемся к новостям последнего снегпика. Начиная с третьего Тонхола появится возможность копировать армии, а также слот для дружеской армии будет перемещен в состав быстрой тренировки. То же касается копирования армии, то вы теперь сможете поделиться ссылкой на армию с любым игроком. И прелесть заключается в том, что эта ссылка не устаревает никогда, в отличие от ссылок на базы. Вы можете как просто копировать ссылку, так и поделиться ей в чате клана. А еще можно копировать армию из одного слота в другой. Это удобно, когда вам нужно сделать какие-то перестановки среди ваших армий. Эта функция работает в обе стороны. Вы можете сами делиться своими армиями, например, со кланами, так и копировать те армии, которые они предлагают для вас. Для этого нажимаете на кнопку копировать и выбираете слот, куда вы хотите сохранить армию. На мой взгляд, это очень удобная штука, которая позволит теперь не сверяться с армией каждый раз, когда вы ее строите, а просто скопировать, нажав на одну кнопку. Также некоторые изменения претерпел редактор планировок. Из тех режимов, которые уже есть, мы можем двигать базу вперед, назад, влево и вправо. Однако после выхода обновления мы сможем ее еще вращать на 90 градусов. Конкретно на этой базе можно повернуть только один раз, потому что мне мешают деревья. Но если перейти, к примеру, на военную базу, где нет препятствий, которые мне могут помешать, то здесь наглядно можно увидеть, что эта база вращается четыре раза на 90 градусов. Таким образом, вы можете брать уже имеющиеся у вас расстановки и разворачивать их так, как вам удобно. Это создаст некую вариативность в базах не только для КВ, но и для фарма, для подъема кубков, потому что теперь одну и ту же базу придется воспринимать по-разному, если она развернута на 90, на 180 или 270 градусов. В любом случае, это очень полезная фича, я думаю, что она будет востребована и понравится игрокам. Еще одна полезная фишка, которую давно просили многие игроки, это возможность изменения иконок юнитов, когда мы атакуем. Все дело в том, что у каждого из нас разные устройства, которые имеют разную диагональ экрана. У некоторых это большие планшеты, а у некоторых это маленькие телефоны. Поэтому для разного размера экранов подойдут разные индикаторы войск. Теперь можно не только изменять размер, но еще и выставлять юнитов в два ряда. Вы можете это варьировать так, как вам удобно, благодаря ползунку и кнопке. Таким образом, сможете настроить размер индикатора войск под себя. И давайте рассмотрим различные варианты, как это может выглядеть. Итак, когда мы уменьшаем размер индикатора до минимального, то наши иконки становятся очень крошечными. Однако, с другой стороны, мы получаем максимальное игровое пространство. То есть, иконки юнитов нам не мешают при атаке и мы видим всю базу. Если же мы увеличиваем размер индикатора до максимального, то, соответственно, мы получаем большие иконки, которые очень крупные. Их хорошо видно на экране, но они начинают у нас забирать часть базы. Поэтому саму расстановку становится видно хуже, особенно если приближаешь. Аналогичная история, если поставить минимальный размер и разместить иконки в два ряда, то мы получим две линии маленьких иконок. Но, кстати говоря, это смотрится хорошо и я думаю, что на больших экранах многие будут именно так и играть. Однако, если сделать все с точностью наоборот, оставить также два ряда и оставить большие иконки, то мы получаем просто огроменные иконки, которые занимают чуть ли не половину экрана. В общем, в любом случае, вы можете потестировать, посмотреть, как удобнее вам относительно вашего устройства и выбрать нужный размер. Также к небольшим улучшениям стоит отнести возможность увидеть время варки конкретного микса в окладке «Быстрая тренировка». При этом заходить в состав армии не нужно, как это происходило раньше. Довольно удобно. В многих комментариях мне писали, что вся обнова посвящена только высоким тоунхолам. Однако, это не совсем верно, потому что маленькие тоунхолы, начиная с восьмой ратуши, тоже могут попробовать поиграть новыми юнитами. Для этого вам нужно будет запросить их в клановой крепости. Новый дракон доступен, начиная с восьмого тоунхолла, а новый супершар доступен, начиная с десятого тоунхолла, причем сразу восьмого уровня. Так что тем игрокам, которые еще не добрались до тринадцатой и четырнадцатой ратуши, тоже не стоит грустить, потому что вы сможете забрать себе подкрепление в клановую крепость. И раз уж мы заговорили про новые войска, то давайте более детально изучим характеристики новых юнитов и сравним их с другими аналогами, которые уже есть в Clash of Clans. Потому что я увидела некоторые комментарии, где ребята пишут, что новые юниты не так уж и хороши. Действительно ли это так? Давайте разберемся. Итак, у нас есть несколько характеристик. С левой стороны характеристики супершара, ракетного шара, а с правой стороны характеристики обычного шарика, который уже есть в родной деревне. Как мы видим, урон секунды у них идентичный, урон при уничтожении у супершара практически в два раза больше. Здоровье тоже идентичное, стоимость по эликсиру не будем рассматривать, здесь не важно. Время тренировки тоже, но что важно, это количество занимаемых мест, у супершара это 8, у обычного 5 и скорость передвижения 12, а у обычного 10. Также не забываем про способность ракетного шара, а именно, что первые 4 секунды у него есть ускорение. В итоге, что мы получаем, имея все эти характеристики? Ракетный шар благодаря своей способности с ускорением, а также благодаря увеличенному урону при уничтожении будет хорошо использоваться для зачистки точечных объектов. Как правило, это будут какие-то строения, которые находятся очень близко к краю карты. Во всем остальном, он такой же, как и обычный шар из родной деревни. Поэтому, скорее всего, после выхода обновления, ракетный шар будет точечно использоваться в составе армии в количестве нескольких штучек. А вот обычные шары продолжат свою жизнь в составе любых воздушных армий. А теперь давайте проведем подобное сравнение только уже для всадника на драконе. Здесь собраны характеристики 4 юнитов. Новый юнит всадник на драконе, обычный дракон, электродракон и мини-дракончик. Итак, начнется сравнение всадник на драконе против электродракона. Как мы видим, по урону в секунду, по урону при уничтожении и по здоровью новый юнит лидирует. Также он лучше по количеству занимаемых мест, на 5 мест меньше, чем электродракон и лучше по скорости передвижения, то есть он гораздо быстрее. Однако, в отличие от электрика, у него нет цепной реакции и он атакует только здание защиты, а электрик атакует все подряд. Поэтому делаем вывод, что как и раньше электродракон будет хорошо использоваться на базах, где строения стоят близко друг к другу для того, чтобы использовать цепную реакцию. А вот новый дракон, всадник на драконе, будет эффективен на тех базах, где электрику будет сложно пройти, если база широкая и строения расставлены далеко друг от друга. Теперь сравним нового юнита и обычного дракона. По характеристикам, такие как урон в секунду, здоровье, количество мест и скорость передвижения, новый юнит опять же лидирует. Но, снова повторюсь, его минус может быть то, что атакует только на здание защиты, в то время как дракон может сносить любые здания. Поэтому, если вам нужна зачистка территории, то лучше брать обычного дракона, потому что новый юнит с этим не справится. Однако, если нужно уничтожать деф, то, конечно же, нужно брать всадника на драконе. Также обратите внимание, что у всадника на драконе вид урона одиночная цель, а у обычного дракона рассеянный. Это также может сыграть определенную роль при атаке. И, наконец, если сравнивать всадника на драконе с мини дракончиком, то тут не все так однозначно. У мини дракончика гораздо меньше требуется мест, всего лишь 10. Таким образом, мы можем взять 2 мини дракончика, это будет 20 мест и 5 у нас еще останется. Также не забывайте о том, что у него есть бонусный урон при ярости. Если предположить, что у нас есть 2 мини дракончика, которые стоят далеко друг от друга, то их суммарный урон вместе с бонусом составляет 580, что будет больше, чем у нового юнита. Кроме того, у нас еще есть 5 мест для того, чтобы туда кого-то посадить. Поэтому против мини дракончика не все так очевидно, как кажется. И, опять же, для зачистки он подойдет куда лучше, чем новый дракон. А вот насчет дефа ситуация интересная. Два дракончика будут наносить больше урона, чем один садник на драконе, но вот здоровья у них меньше. А это значит, что убьют их быстрее. Также в этом обновлении добавят множество улучшений качества жизни, а также исправят некоторые баги. Об этом подробнее можно будет почитать по ссылке в закрепленном комментарии к этому ролику. Это был последний снегпик летнего обновления, и значит, нам остается только дождаться обновы и узнать, какие еще секреты она для нас приготовила. А я хочу поблагодарить спонсоров канала Дэм Лаком, Кадем Варгу Супер, Александр Легендарный и Салим Дивлетбиев за помощь и поддержку в развитии канала Клеопатра. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку спонсировать на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмоции и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. А клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь также попасть в следующий ролик, то оставляй под этим видео прикольный или интересный коммент. Обязательно подписывайся на канал и прижимай колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск и конечно ставь лайк на это видео. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока.